Фестиваль национальных культур Фестиваль национальных культур Общее количество участников свыше 700 человек, это включая те коллективы, которые будут участвовать от города Бердска, и отдельные делегации, которые приезжают на фестиваль в качестве не основных участников фестиваля, а гостей. В этом году такие тоже есть. Сам фестиваль, первые, так скажем, его мероприятия, это «Ремесленная слобода», они начнутся в понедельник 20 июня и продлятся до 26. На площади Горького будет, как всегда, размещена выставка-ярмарка ремесленников. Это будет очень широкий спектр. Отличительная особенность ремесленной слободы, выставки-ярмарки, которая проходит в рамках фестиваля национальных культур, это обилие мастер-классов. То есть просто так посмотреть, выбрать себе какую-то понравившуюся вещь, какой-то сувенир или какое-то изделие, это одно, а умудриться это все сделать своими руками, попробовать это ремесло, так скажем, на вкус и на ощупь, это вот возможность, которую предоставляет фестиваль национальных культур. Расскажите, какие площадки будут работать и что на этот раз они представят берчанам? 21 фестиваль, он ознаменован, конечно же, главным событием 300-летия города Берцка. И мы знаем, что наш город в этом году живет под девизом «Берц – город открытый миру». И, может быть, во многом это пересекается с идеей и с мыслом проведения самого фестиваля. Наш фестиваль открыт миру творчества, миру талантов, миру дружбы, миру понимания. И в этом году главным событием фестиваля станет, безусловно, открытие в Берцке «Дома дружбы». Причем официальное открытие и вполне официальной структуры. Это будет новое структурное подразделение Берцкого историка-художественного музея. Международный фестиваль национальных культур, он отличается тем, что проводится сразу одновременно на нескольких площадках. Безусловно, главная площадка – это, конечно же, площадь Горького. И именно на ней в главный день проведения, 25-го, это будет суббота, вечером состоится большой галоконцерт. Начнется он в 18 часов красочным ярким открытием и завершится уже в 22 часа. Но этому красочному событию будет предшествовать работа нескольких площадок. В этом году есть одна особенность. Если обычно площадок выездных их много и наши коллективы разъезжаются сразу в несколько лагерей, пансионатов и делают там маленькие концертные программы, то в этом году выездных площадок будет меньше, а программы будут обширнее. Марина Анатольевна, кто из берцких артистов выступит перед гостями и жителями нашего города в рамках фестиваля? Конечно же, это и коллективы Дворца культуры Родины, коллективы городского центра досуга, безусловно, наши казачьи коллективы, хореографические коллективы, у которых в репертуаре есть национальные танцы. Это и Абские зори, это и Берчаночка, это и такие коллективы, как Карабески, это и Улыбка, это коллективы Берегини, это и Ради Гости, и Карусель, и ансамбль Берегини. И мы надеемся, что Дива Струны, наша Светлана Ермакова, тоже примет участие. Уважаемые земляки, я надеюсь, что традиционно мы с вами выступим в виде гостеприимных хозяев, радушных хозяев, которые с удовольствием посетят все концертные площадки. Приходите с детьми, приходите с семьями, приходите бабушки с внуками, мамы с бабушками, дедушками, тоже с ребятишками. И, пожалуйста, найдите себе в фестивале то мероприятие, которое порадует и объединит вашу семью. Марина Анатольевна, расскажите поподробнее, какие мероприятия запланированы на 22 июня, День скорби? 22 июня – это день, в который традиционно проходят два мероприятия. И в этом году, году, в котором мы будем отмечать 75 лет с даты начала войны, эти мероприятия остаются в силе. Первая в 11 часов – это торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на мемориале славы. Она пройдет с участием официальных лиц делегации учреждений предприятий города с возложением цветов, с теми словами, которые должны прозвучать именно в этот день. И вечером в 22 часа, тоже уже в который, наверное, в пятый раз, у нас в городе пройдет наша городская традиционная акция «Свеча памяти», в ходе которой на ступеньках главной аллеи мемориала славы мы выложим свечами слово «Помним». В этом году всем участникам акции будет предоставлена возможность сразу после проведения акции занять место в маршрутном такси и отправиться по месту своего проживания.